К другим темам. На четвертом пленарном заседании Сената Али Мачлиса, проведенном в формате видеоконференц-связи, рассмотрено 20 вопросов, в том числе 10 законов. Среди тем повестки дня – вопросы о сотрудничестве Республики Узбекистан с Евразийским экономическим союзом, о направлении парламентского запроса в правительство о состоянии соблюдения законодательства при принятии хакимами решений. На встрече также заслушаны отчеты Кабинета министров об исполнении в первом квартале государственной программы 2020 года, а также отчеты Амбуд с моносчетной палатой Генерального прокурора и председателя правления Центрального банка о деятельности в 2019 году. Сначала члены Сената обсудили законы об учреждении ордена Саламатлик и об учреждении медали Салам Турмыш. Как отмечалось, данные награды имеют важное значение в духовном и психологическом стимулировании самоотверженных профессионалов, которые борются за здоровье народа, а также щедрых и мужественных сограждан, демонстрирующих человеческие качества в эти дни испытания. Говоря об ордене Саламатлике, хочу сказать, что он двух степеней – первой и второй степени. Наивысшей степени является первая степень и награждаются им как граждане Республики Узбекистан, так и иностранные граждане и лица без гражданства. Награждаются за весомый вклад в развитие здравоохранения, за международное сотрудничество в этом направлении, за благотворительную деятельность, за организацию частных клиник и медицинских учреждений на уровне мировых стандартных. Говоря о медали Салам Турмуш, то здесь надо сказать, что здесь большое внимание уделяется и формированию здорового образа жизни, предупреждению ожирения, избыточного веса, профилактике вредных привычек, которые, к сожалению, еще имеют место быть. Далее сенаторами был обсужден закон Республики Узбекистан об учреждении ордена Фахри Мураби. Установлено, что орденом награждаются граждане за самоотверженность при обучении молодого поколения современным знаниям и профессиям, широкое вовлечение в предпринимательство и ремесленничество, обеспечение занятости молодежи на основе традиции Устоз Шогерт, вовлечение неорганизованной молодежи в процесс полезного труда, защиту их от воздействия чуждых идей, предотвращение среди них различных негативных явлений. Сенаторы одобрили закон. Члены Верхней Палаты парламента также рассмотрели закон о внесении изменений и дополнений в закон о государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год. Отмечалось, что принятие данного документа послужит обеспечению стабильности государственного бюджета Республики Узбекистан в период коронавирусной пандемии и глобального кризиса, оптимизации расходов с учетом приоритетных направлений. Закон одобрен сенаторами. На четвертом пленарном заседании Сената также был рассмотрен закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с усилением ответственности за незаконное изъятие земельных участков. Отмечалось, что принятие данного документа послужит обеспечению гарантии имущественных прав и законных интересов граждан и субъектов предпринимательства путем усиления ответственности за несоблюдение порядка изъятия земельного участка и причинения этим вреда собственникам. Сенаторы одобрили закон. В центре внимания был и закон о внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан, направленных на усиление охраны прав и свобод граждан, участвующих в уголовном процессе. Далее сенаторы рассмотрели закон о внесении изменений и дополнений в закон о перечне категории лиц граждан Республики Узбекистан, подлежащих постоянной прописке в городе Ташкенте и Ташкентской области. Принятие данного документа способствует либерализации процедур, связанных с постоянной пропиской граждан Республики Узбекистан в столице. Самое главное — предоставление права супругам на постоянную регистрацию по месту жительства в день бракосочетания способствует обеспечению прочности семьи. Закон был одобрен сенаторами. Во-первых, изменено само название слова прописки, заменено на постоянную регистрацию по месту жительства. Это первое новшество. Кроме того, граждане Узбекистана, проживающие в областях, не имели права приобрести жилых домов или квартир в городе Ташкента, Ташкентской области. Это положение тоже отменено. Новшество, которое ждали многие, многие годы это, если гражданин проработал пять и более лет на территории города Ташкентской и Ташкентской области, по информации, по информации, по руководителям этой государственной службы, тоже они прописываются в городе Ташкентской и Ташкентской области. И также раньше было правило, если житель постоянной прописки города Ташкентской поехал в другую область, несколько лет поработал или определенное время, когда возвращался, его не прописывали по месту жительства. Теперь этот порядок тоже отменено. Все сенаторы проголосовали за принятие этого закона. Обсудив и выявив ряд недостатков в законе о внесении дополнений и изменений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности, направленных на рациональное использование приусадебных земельных участков, сенаторами принято решение об отклонении данного документа. Далее члены Верхней Палаты Парламента обсудили закон о внесении изменений и дополнений в закон о государственной пошлине. Выявив ряд недоработок в законе об издательской деятельности, принято решение об отклонении данного документа. В рамках четвертого пленарного заседания Верхней Палаты Парламента рассмотрен вопрос сотрудничества Узбекистана с Евразийским экономическим союзом. Данное предложение действительно было поддержано и вышеуказанными кингашами на местах. И сегодня в Сенате глубоко всесторонне было рассмотрено. И большинством голосов Сенат также одобрил предложение о сотрудничестве, об участии Узбекистана в Евразийском экономическом союзе в качестве государства-наблюдателя. И результат голосования, в котором 16 сенаторов выступили против, четверо воздержались, это тоже показывает, отражает то действительно положение дискуссии в обществе, которое мы знаем. В настоящее время граждане Узбекистана очень бурно также обсуждают этот вопрос. Далее предстоит большая работа по еще большему изучению всех аспектов сотрудничества с этой организацией. Конечно же, открываются новые возможности и положительные стороны для использования Узбекистаном международных транспортных коммуникаций. Конечно же, очень большие положительные стороны имеет это сотрудничество для решения оболевших, очень актуальных вопросов внешней трудовой миграции. На пленарном заседании был рассмотрен отчет Кабинета министров Республики Узбекистан об исполнении в первом квартале 2020 года государственной программы по реализации стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах в год развития науки, просвещения и цифровой экономики. Председатель Сената высказала свое мнение по данному вопросу. В частности, отмечалась важность уделения особого внимания правительству в проекте параметров организации в текущем году новых рабочих мест и обеспечения занятости населения трудоустройству граждан, вернувшихся из зарубежных стран из-за пандемии и оставшихся без работы другой категории граждан. Говорилось о внесении данных об исполнении 62 задач, выполнение которых предусмотрено в соответствии с программой в течение года. В повестку дня пленарного заседания включен и отчет о деятельности уполномоченного Оли Маджлиса Республики Узбекистан по правам человека в 2019 году. В рамках четвертого пленарного заседания также заслушан отчет генерального прокурора Республики Узбекистан о деятельности органов прокуратуры в 2019 году. В отчете особо отмечена главная задача, поставленная президентом нашей страны перед прокуратурой, преобразование ее в действительно народную прокуратуру. Также обращено внимание сенаторов на принятие прокуратуры мер по возвращению традиций наставник-ученик и школы опыта, использованию профессионального и жизненного опыта коллег. Отмечено, что в краткие сроки прокуратура переведена на полноценную электронную систему делопроизводства, благодаря чему устранена излишняя бумажная волокита и достигнуто укрепление исполнительской дисциплины. Далее был заслужен отчет о деятельности счетной палаты и Центрального банка Республики Узбекистан в 2019 году. 2019 год стал результативным в целом для банковской системы и для Центрального банка. Было принято четыре важных закона. Это закон о Центральном банке, о банках и банковской деятельности, о валютном регулировании и о платежах и платежных системах. В частности, в новой редакции закона о Центральном банке основной целью была поставлена стабильность цен. И, соответственно, все усилия теперь Центрального банка направлены непосредственно на снижение уровня инфляции и на поддержание ее на стабильно низком уровне в средней долгосрочной перспективе. Еще одной важной вехой этапов развития отечественной банковской системы стало проведение при содействии Всемирного банка оценки системы надзора Центрального банка на предмет ее соответствия основным базовским принципам. В результате которого Центральный банк утвердил план действий на 20-е и 22-е годы по устранению выявленных недостатков и уязвимости системы надзора Центрального банка. В ходе пленарного заседания были рассмотрены также и другие вопросы, входящие в компетенцию Верхней Палаты Парламента. По всем обсужденным вопросам приняты соответствующие постановления Сената. На этом четвертое пленарное заседание Верхней Палаты Парламента завершило свою работу.